Приветствую вас. Я очень сожалею о том, что вам приходится слушать разные мнения коллег по вашему вопросу. Я очень сожалею об этом. Вот, сожалею, потому что это угоняет, ну, в какой-то степени, в определенной степени, это угоняет еще больше раздрайва, еще большее сомнение, к сожалению. Но я не могу согласиться, например, с коллегой, например, Светланой, которая говорит, что понять, что нужно сместить акцент с простить на понять, потому что понять и простить довольно разные вещи и то, что, например, человек понимает, не всегда можно простить, а то, что человек прощает, не всегда можно понять, не всегда нужно понимать. Вот, поэтому я бы здесь акцентировал внимание именно на том, чтобы не понять, а принять, принять то, что вы сделали. И ключевой момент заключается в том, что вы говорите, мы зачем-то, вы поцеловались. И вот, действительно, при таком раскладе, да, вот, действительно, при таком раскладе, вот, зачем, вот, правда, зачем вы поцеловались, ну, зачем? Зачем вы поцеловались, ну, почему вы поцеловались, да, у вас же есть парень, у вас есть, эээ, так, сейчас посмотрю, эээ, да, у вас есть молодой человек. У мужчины, которого вы поцеловали, у него есть девушка. То есть, ну, казалось бы, ну, зачем поцеловались, да, вот, и это больше всего глядет у вас, я так думаю. То есть, эээ, больше всего глядет именно понимание, не понимание от того, не принятие от того, почему вы это сделали. Но вы это сделали. И совершенно очевидно, что у того, что вы сделали, есть свои причины. И вот эти причины, по которым вы так поступили, вам нужно их именно принять. Вам нужно принять, что в вас есть определенные желания. Вам нужно принять, что в вас есть определенные потребности. Вам нужно принять, что эти потребности вас не удовлетворяют. К сожалению, они вас не удовлетворяют. И вы, к сожалению, не удовлетворены тем, вот тем, что эти потребности у вас есть. Вы не удовлетворены. И, соответственно, если вы не удовлетворены, то вы будете, вы будете так поступать. Вы снова, и снова, и снова, и снова, и снова будете так поступать. Просто, потому что. Просто, потому что. Потому что вы не удовлетворены. И поэтому, вы будете так поступать. Именно поэтому. Вы будете так себя выступать. Вот тут, как раз, и встает на первый план, на первый план, выступает, как раз таки, вот эта история. А то, чтобы посмотреть, как я оказался в такой ситуации, что привело меня в эту ситуацию. Признать, принять свои желания. Но не просто, признать их и принять. А еще, еще и реализовывать их на постоянной основе. То есть, в чем-то вы себя уграничиваете. С чего-то вы себе не позволяете. В чем-то вы себя зажимаете. И вот это, что-то, в чем вы себя зажимаете, вам очень сильно мешает. Вот эти желания привели к тому, сейчас, что вы поцеловались. И эти желания, эти же желания привели к тому, что вы себя за это сейчас вините. За то, что вы поцеловались с мыши. Но вините вы себя только потому, что, а, не видите свои желания, не принимаете, не замечаете их, и, б, не реализовываете. И, возможно, не считаете, что они у вас, эти желания, вообще, должны быть. Но они есть. Я от них никуда не держу. И они будут с вами, потому что это нормально. Что касается причин, то я так думаю, что это некая обида на, ну, на вашего молодого человека. Который не оценил вашей верности. Я так думаю, что причина заключается в том, что вы чувствуете себя как-то использованы, может быть. Причина заключается в том, что вам, может быть, чего-то не хватает. Вот. Ну, вы отказываетесь это принимать. Вот просто отказываетесь принимать то, что вам, ну, чего-то не хватает. Просто. Вот. И любой человек, если он что-то отказывается принимать, любой человек, если отказывается слушать себя и свои чувства, то он начинает копить, копить какую-то вот неудовлетворенность. Да. И в итоге это, ну, просто вливается, вливается в то, что, в то, что вылилось у вас. То есть, грубо говоря, вливается в какую-то, в какую-то, в какой-то такой поступок. А, который, ну, вообще, там, грубо-грубо-грубо говоря, не свойственен. А, не свойственен вообще. То есть, для вас вот, при том, что вы, там, что вы верны, что вы честны и так далее. Да. Да, это не свойственно. То, что вы сделали. Просто не свойственно. Ну, вот. Вы бы так никогда не поступили. Но вы так поступили, это связано именно с тем, что вы неудовлетворены. И чем, чем больше, чем больше вы будете игнорировать свою неудовлетворенность, тем больше вы будете игнорировать то, что вы неудовлетворенность. Тем меньше, тем меньше вы будете себя слушать, себя, свои желания, тем больше будет таких поступков с вашей стороны. Тем больше будет таких поведенческих паттернов, которые вам будет очень сложно объяснить. Очень сложно объяснить. Себе очень сложно будет как-то просить. Вот. То есть, вы, грубо говоря, не целостны. Вы говорите, что я очень верный, честный и так далее. Ну, звучит как в принципе. Потому что всегда честный быть нельзя. Всегда честный быть нельзя. Есть вещи, которые рано или поздно приводят нас к тому, что мы как-то обманываем, говорим, что там не так и так далее. Ну, просто потому что такова здесь. Вот. И вы сейчас сами не хотите мужчине говорить о том, что произошло. Хотя вы честный, но это противоречит вашей честности. Понимаете? Вот. Эм... Почему мужчина ставил под сомнение свое отношение к вам? Опять же, я не знаю до конца, но пока могу только предположить, что дело связано отчасти с тем, что вы себя поставили именно так. как человека с огромным, с огромными требованиями, с большими требованиями, с серьезными требованиями для мужчин. И он под этими требованиями находился постоянно. Ему это было неприятно, ему это было дизело, но он находился. Я не обвиняю вас сейчас. Это так может показаться, но я не обвиняю вас. Не говорю, что вы не правы, что вы должны были делать как-то по-другому. Нет. Так не говорю. Речь идет именно о том, насколько вы приносите пользу себе своим таким, ну, грубо говоря, подходам. Вот. Это какая штука. Вот. По каждому, судя по тому, что вы пишите, да? Ну, ничего хорошего. Вы себе не принесите своими действиями, по крайней мере. Чувствуете, что наоборот, вы от чего бежали, бежали вы от какого-то, ну, от какого-то обмана, да? От какого-то негатива, такой вот чувство-то, что от чего вы обещали, к тому вы и пришли. Вот. И жизнь, как бы это, странно не звучало. Жизнь, она вам, как бы, ну, сама, вот, говорит. Она вам, как бы, говорит, что ты делаешь неправильно. Что делать? В обход. Ну. В обход. Себе самой. Что-то ты вредишь себе самой. Что-то я вам это подсказал. Возможно, для этого она подсунула вам этого человека, мужчину, чтобы вы на его примере убедили, увидели, убедились, что вы не удовлетворили. Вот. И что не работают ваши принципы. Не работают ваши требования, к сожалению. Понимаете? Ещё раз повторю, я вас не обвиняю. Ничего. У меня нет цели вас обвинять в чём-либо. Я просто пытаюсь вам, до вас, вот, донести вот эту мысль. Да. Я пытаюсь не всегда раз эту мысль, что всего есть причин. И, по сути, когда вы говорите, что, вот, я не могу себя простить. Да. Как себя простить? Это говорит о том, что вы ещё приятели. То есть вы их, как бы, ну, вы проигнорировали, вы проигнорировали те сигналы, которых, которые вам ваша жизнь посылает. Да, вы их игнорируете, эти сигналы. И продолжаете гнуть в свои линии. В некоторой степени это неплохо, что вы гнете в свои линии. Но, в данном случае, вам это, вам это проговорит. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что это нравится. Рассane. Надеюсь. Продолжение следует...